анатолий приветствую тебя то есть нас уже на на нам как-то надо переименовывать клуб зумер зумер предикшен зумер поспай в диалог не клуба диалог поскольку общем я тоже знаешь как бы не понимаю много людей вроде бы знаешь как в этом анекдоте говорит бабка а чё ж ты до сих пор то вот тебе 70 лет а ты одна о их не знаю сынок мужики пробовали хвалили но никто замуж так и не звал вот люди пишут и андрей и лисы еще там пару ребят и файси космос пишут такие простыни с аналитикой причем неплохой аналитикой вот в общем как бы написать одно вот высказать видимо войти в клуб и на камеру высказать свое мнение не получается так что мы сегодня с тобой вдвоем у ярчика опять какие-то там заботы миша валиев говорит что не готов как ты рассказываешь саша корх много работы но отолик на дежурстве поэтому мы отдуваемся вдвоем за всех за всех а как тебе поединок козу тайоки против франциска родригеса ну япончик молодец получается переждал шквал и потихонечку начал его разбирать в принципе так как и вы говорили в предикшене из ринг-шоу что отдаете предпочтение японцу что нокаута скорее всего не будет от японца он грамотно отбоксировал и очередной раз защитил если ты не ошибаюсь уже четвертый раз свой титул молодец ну посмотрим дальше да поединок как всегда общем как мы привыкли ты сказал так япончик знаешь еще добавить миша япончик вот козута козута в очередной раз отдала первую четверть своему сопернику спокойно под ней выстоял может быть не без проблем поскольку часто он прогинался но как всегда менял стойки ну действовал более чем уверенно на мой взгляд хотя опять же от того количества ударов с которым родригес бесстрашно бросался на него трудно было уйти или защищаться от всех ударов но вот выдержав бомбежку родригеса в четырех раундах с пятого козута и ока как всегда взял поединок потихонечку под свой контроль настучал и по первому и по второму этажу и как не старался окровавленный по пояса родригес спуртить финале не получилось то что что 112 абсолютно общий счет по поединку ну и теперь один вопрос только когда козута и ока встретиться чемпиона мира по версии биф джарвина манках а сам и вот это вот будет действительно хороший поединок который нам и подарит объединенного чемпиона как по версии wbo так и по версии айбеф анатолий а в поединке и оке против анках а сама кого будешь ставить интересный будет очень интересное противостояние мне почему-то кажется все таки анках а возьмет вверх за счет более наверное такой ударной мощи и умеет тоже боксировать то есть мне кажется что все таки я отдал бы предпочтение анках асу не могу сказать что то срочно но я думаю что победу одержало хотя и йоко может опять же красиво грамотно тактически переиграть и не дать сделать то что анках а захочет поэтому тут интрига есть моя симпатия больше что-то будет на стороне анках асу если вы пойти на все таки произойдет ну анках ас в принципе надо признать он ну если честно а он ничем особо не отличается единственный вопрос в том сможет ли он как многие соперники казута и ока начал поединок с быстрых плотных и самое главное постоянных атак но держать этот высокий темпа ритма плотность боя но на протяжении полной дистанции потому что казука казута и ока надо ломать причем иногда ломать через колено ну и поединок действительно будет очень зрелищным интригующим поэтому общем если он случится мы будем только общем рады проанализировали мы с тобой сразу сделали и предикшен и послай точнее предикшен для казута и оки ну а теперь хотим мы этого или нет у нас единственный вечер бокса чемпионскими поединками суббота вечер 4 сентября а после того как 3 сентября все перелеснут календарь а вот эдди хирн в лице будет представлять матч реванш маурица лара против а точнее джошу орингтона против маурица лара напомню что феврале этого года мы все здорово посмеялись над джошу орингтоном а точнее над тем как он ну я не знаю мне очень сложно я не пересматривал этот поединок я так и не понял есть хорошее такое украинское слово наврочил вот навели порчу мне кажется вот джошу орингтона кто-то сглазил поскольку все что у него было а у него то не очень много за душой он типичный британский боксер с довольно таки невысоким уровнем бокса и айкью боксерского интеллекта поэтому вся надежда была только на его физику функциональность но тут здоровую британскую наглость этого всего мы не увидели поэтому мы тогда еще смеялись что маурица лара продолжил проклятие мексиканских заезжих ноунеймов скажем так которые сокрушали бойцов эдди хирна сначала это сделал господи хулио сезар мартины с эдвардсом вот и теперь вот второй был маурица ларом в этот раз анатолий что ждать от этого поединка что ждать от лары что ждать по твоему мнению от у орингтона если он конечно не полностью такой вот знаете упрямый и никого не хочет слушать боксер то выводы должен сделать потому что если мы помним даже в первом поединке по-моему даже эдди хирн ему говорил что ему не надо ввязываться силовой бокс с ларой так как лара при том что вроде бы простоватый все-таки обмен ударами на средней дистанции доказывает что круче все-таки у него в этом компоненте шансов было много больше при том что у орингтон же попадал ему но так и вот он упертой шел вот пошел в эту стихию доказывать что то что никому не надо было доказывать очень жестко зато поплатился надеюсь что в этом поединке он все-таки будет пытаться фоксировать держать максимально на дистанции лару чтобы не меньше всего стараться входить с ним в этой размены если правильно делать будет работа с дистанцией когда не успевать убегать то будет связать или как минимум сопротивления для этих разменов так как еще этот поединок перевели лиц там где откуда родом в элитон то понятное дело что судьи все будет на его стороне главное ему не пропустить поэтому этот реванш делается полностью для его реабилитации и в принципе сценарий с его стороны должен быть такой другое дело насколько лара одушевлен этой победой и какие вот он будет делать выводы то есть то что он не будет делать ничего особо нового это 99 и 9 просто потому что не умеет и он будет стараться догнать стараться навязать силовой бокс размен ударами и попробовать удосрочить или максимально наносить урона с раунд на крау другое дело как у него это будет получаться если вы никто он включит ноги то возможно это будет хуже получаться если будет замедливаться и будет пробовать все таки его тормозить удары лары появятся неплохие шансы и нас может поздать опять вот похожий сценарий первого поединка поэтому я думаю что скорее всего конечно англичанин будет работать на дистанции максимально стука максимально полюбительски отбегать отпрыгать и при таком раскладе победу одержится достаточно ну да абсолютно ты прав единственно что для этого орингтону потребуется очень большая физическая на кондиции функциональная поскольку абсолютно опять же с тобой соглашусь ни в коем случае в инфайт лару допускать не надо он не изменится он уже достаточно стойкий боец который в своем стиле не будет ни лучше ни хуже будет делать то что собственно говоря всегда и делает идет вперед раздает удары а вот орингтону самое главное это работать ударами навстречу приостанавливать накапливать тоннаж ну и постепенно когда получится остановить через первый этаж переносить удары уже на второй и да ни в коем случае не стараться показаться лучше чем он есть спокойно в общем пройти полную дистанцию победить решением судей перевернуть эту страницу забыть ее как страшный сон и в общем где-то я прошу прощения обосраться где-то дальше вот следующих своих поединках второй бой по значимости это поединок континентального чемпиона по версии всемирной боксерской ассоциации в полусреднем весе конора бена против эдриана гранадоса напомню напомню что этот поединок должен был состояться 31 июля но не состоялся и был перенесен поскольку конор бен показал положительный тест на коронавирус точнее не сам конор пен а его тренер поэтому если виноват один виноваты всем и поединок был перенесен ну глупый конечно вопрос но ждешь ли ты интриги в этом поединке я попытаюсь натянуть ее каким-то образом если не ошибаюсь то гранадоса 31 год ему у него больше проведенных на профи ринге боев у него по моему 6 поражений если не ошибаюсь практически все его поражения это были либо с известными боксерами либо со звездами то есть он по моему проигрывал и этому и спенсу и проигрывал амир хану и проигрывал дэнни гарсия то есть такие имена у него как бы опыт у него колоссальный последним поражением по моему бирджил ортис в принципе он такой парень для трамплина перспективных либо уже звездных для того чтобы какую-то добровольную защиту или что-то в этом поэтому боец он опытный фонар бен сам по себе то что я видел в основном старается боксировать за счет физики больше то есть он физически крепкий парень у него неплохой удар принципе техника средненькая скажем так на ногах и в обороне тоже любит много пропускать особенно когда на него начинает идти он начинает по прямой отходить и даже еще более того начинает полубоком отворачиваться что вообще непростительно то есть у него был такой поединок забыл бойца у них побоя было и один из них он его отправил в башню в первом раунде иногда он по Нарабена и выиграл а по концовке потом сам оказался в башню там шестераводовый был поединок но бой был очень зрелищно очень классно и вообще как мне показалось показалось мячья это было бы справедливо ну вместе с тем конечно если этого парня везут для конора то скорее всего что он должен одерживать победу но мы понимаем то же самое как было лара преподнес сюрприз почему бы не преподнести еще один поэтому какая-то все-таки интрига будет все будет зависеть от того насколько готов один и второй насколько конор будет самоуверенно идти вперед с открытыми подбородками и как он будет действовать при атаках соперника как он будет защищаться от этого я думаю вся интрига а так конор должен по идее выиграть ну вот как ты не пытался в общем надеть интригу я вот эту самую интригу с головы снимаю потому что каким бы ни был эдриан гранадос он уже истраченный боец и у него только единственное имя и вот это имя в общем как бы должно войти в рекордс конора бена в общем бойцов которых он победил на самом деле если я вот были несколько ивентов из британии и конор бен постоянно в общем его приглашают на телевидение понятное дело чтобы им было на слуху чтобы раскручивали он там очень рассуждает и о поединке с верджилом ортисом и терренсом кроуфордом и быстренько он должен зачистить полусредний вес и подняться в первый средний вес то есть он так в общем довольно таки серьезным видом рассуждает но мне кажется что вот это вот диета как на которой он сидит будет для него очень страшным разочарованием не дай бог он встретится вот случится случится чудо и он встретиться с терренсом кроуфордом там или сэролом спенсом в общем кроуфорд его нокаутирует аэрол спенс еще унизит и нокаутирует а верджил ортис просто общем через него перешагнет не заметив потому что его наглость то есть он еще не обделывался в настоящих мужских руках поэтому несмотря на возраст он еще у него такая знаете он ведет бой как половозрелый юноша он верит в то что общем как бы у него крепкая голова непробиваемый первый этаж и вообще в общем никто его не сможет остановить поэтому победу над эдрианом гранадосом она вполне предсказуемая скорее всего она будет досрочной но знаете это как как в анекдоте когда два вуйки стоят на на мосту и тонет чуваки спасите меня и help me там и рэпиде дмит вот один говорит роду из яка люди наскольки мова на зная и шо то ему да и вот поэтому для конора бена только имя гранадоса в общем войдет в рекордс но ничего ему не даст потому что самое страшное что конор бен не не пытается учиться он не пытается стать лучше его вечно правильно заметили анатолий что он просто берет свои своим здоровьем свои свои еще не потраченностью ну пока в общем мы соглашаемся что победа будет за конором беном только вот единственная я я бы очень хотел бы чтобы гранадос как-то общем заставил загрустить конора бена хотя бы общем по приклеив его филе и канвасу хотя бы один раз но увы я в общем на это не рассчитываю гранадос не есть такой сильно бьющий прям такой парень и очень много почти под 40 боев но на срочный период по моему 14 то есть не есть такой выраженный панчер если бы он таковым был то с этой защитными действиями конора бена и иногда с беспечными атаками не думая как он делает это с открытым подбородком то есть могло бы быть интрига так принципе остановить его будет тяжело хотя он падал поэтому ну так конечно без сюрпризов но посмотрим вот интересно да то есть иногда общем как поединке первом поединке лара уоррингтон тоже общем казалось бы джоша должен побеждать а вот на те вот разочарование было кэти тейлор против дженнифер хан не очень честное слово как-то я немножко разочаровался в поединках женском боксе после ухода сесилии брейхус после того как она дважды проиграла вот женщины как-то они очень быстро стареют вот и кэти тейлор мне кажется ли вам анатолий что кэти тейлор тоже начала резко стареть то есть как и сесилия брейхус держалась 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 а потом и все ну есть такое есть такое предположение потому что все таки да какое же предположение посмотреть последние бои кэти тейлор она вытягивала все только вот на опыте и характере а так сколько она пропускала своих двух последних поединках которая побеждала там разделенным решением с питерсон там еще не помню точно вот но это просто просто трагедия то есть настолько видно что вот не хватает ни физики не функционалки то есть если сначала там как-то на ногах за счет быстрых ударов за счет опыта она еще была доминатором тот во второй половине боя не мне просто интересно хан как бы не особо бьющие не особо техничная хотя общем как и у кэти тейлор у нее довольно таки долгая любительская карьера и не менее общем профессиональная карьера все-таки чемпионка мира по версии айбев полулегком весе но вот какой будет кэти тейлор меня мало интересует какой будет дженнифер хан меня просто интересует кэти тейлор и по моему мнению выше занятия вас прервал анатолий вот это будет показатель насколько кэти тейлор уже постарела насколько она просто выработалась выгорела вот в этом плане просто еще момент под кого-то другой делают для смены как говорится власти и хан будет предпочтительно для них и за то возможно даже если будет немедленно остановись ты говоришь ты говоришь такую такую вот не знаю сейчас услышал эди хирн он человек вежливый но он бы тебя обматерил ну ты что ну кэти тейлор это икона британского женского бокса ну как только посмел такую ере снести совести у тебя нет я к тому и вел что этот полюбай этот вечер это действительно сделается по телу если тейлор как более-менее сможет более-менее пристойно выглядит ей не упасть главное и более-менее хотя бы там где-то что-то попадать то скорее всего же ей натянут очередную там ничью или не ничью а разделенным решением победы но если хан будет выглядеть доминирующей то скорее всего мы увидим ее так же самое как и сицилию брейклс как бы знаете уже непривычным для для нее ампуа то есть человека которого просто женщину которую бьют и бьют сильно то есть вот тут наверно вот в этом только и вся интрига а так в основном понятно что ее года лучше прошли физически она подсела и шансов выдавать то что она выдавала раньше у нее практически уже я думаю не осталось это все уже только имя наверно так ну мне мне кажется просто что эди хирн прекрасно понимает что два последних поединка немножко общем подломили реноме кэти тейлор и дженнивер хан несмотря на то что у нее и рекорд неплохой опять же при 23 победах 5 проигрышей 2 ничьи и 5 только побед нокаутом 24 победы ой прошу прощения дженнивер хан 18 побед 3 проигрыша 1 ничья и 1 победа нокаутом это заглянул уже в следующий поединок а у кэти тейлор 18 0 и 6 побед нокаутом мне кажется что ты кэти тейлор выиграет этот поединок безусловно но единственный вопрос какой она будет во второй половине боя и это будет своеобразный маркер вот насколько насколько кэти тейлор может и дальше показывать вот высокий высокие результаты высокий уровень потому что понятно что уже ни о каком поединке против кларисы шилдс там и других боях и мэри хьюз и натали вот уже речи быть не может здесь ее нужно дотянуть до какого-то общем финального завершения когда кэти тейлор скажет я я устала я сделала все что мне доказывать да я боксу отдала пол своей жизни теперь я хочу мужчин шампанского бриллиантов танцев и в общем как бы питья самогона и прослушивание граммофона на что она собственно говоря и заслуживает и поедут они с сесилии брейху в мировое турне будут выступать если никто не будет покупать билеты на их поединке будут мыть посуду в общем из города в город вот ну и в конце концов же томми моррисону надо против кого-то боксировать вот а тут в общем сесилия брейхус и это вот кэти тейлор могут подвернуться вот ну и нашим боксером кстати не мешало бы тоже в общем как бы если нет соперника в значимых то могут появиться соперницы значимые победы над которыми общем полда добавят их рекордс общем победы над пускай и бывшими но все-таки чемпионками мира а вот и это знаете как из той истории когда самый какой-то дешевый футбольный клуб купили бразильца и тренер приходит так он без ноги он же бразилец он все равно лучше играет чем вашей футболисты с двумя ногами так и тут она чемпионка мира ничего что на женщина чемпионка мира не ну просто если посмотреть на то что творится в общем в украинском профессиональном боксе то общем единственная надежда на какие-то зрелищные поединки это вот то что общем соберет арену да это поединок допустим вот этого рыжего льва не помню как его зовут который там постоянно говорит что он такие делает глаза выпучивает глаза и постоянно вот показывает что он перережет там горло вот вот он же в легком весе выступает но вот как раз вот эти тейлор ему будет думаю по зубам ну а у нас еще есть чемпион wb global вот всеми известный который там и квартиры получает и почетного города там жителя получает вот за какой-то титул общем который никому и нахрен не нужен вот он может против сесилии брейхус в общем я думаю что для александра красюка это будет прекрасная возможность собрать если не дворец спорта то поставить рядом с дворцом спорта шапито и вот проводить эти поединки там и 3 то есть завершающий поединок это поединок за титул чемпиона мира по версии ай био в легком весе джованни страфон он впервые будет защищать свой титул против макси хьюза британского бойца ты что-то знаешь об этом об этих ребятах не очень знаком честно говоря честно тебе скажу чтобы мы не обсуждали с тобой страфон победит хьюза потому что не страфон хороший а фьюз никакой слушай там поверь мне что этот макси причем у него какое же прозвище максимус известного римского полководца вот когда в общем я увидел что он будет боксировать хьюзов то много на самом деле но он отдельно то есть он просто никакой это поединок скорее всего ну ну просто в общем как бы чем закрыть карту да то есть сказать там блин у меня у меня был дайс спросят фрэнк уоррен встречает ади хирмен ну как твой ивент слушай супер там у меня было четыре чемпионских поединка а сколько поединков за титул чемпиона мира 2 кэти тейлор и страфон ну и все уже в общем собственно говоря как бы в есть чем похвастаться на самом деле общем как бы победа страфона довольно таки предсказуемо потому что общем если вы посмотрите поединке хьюза общем вы 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 прекрасно все все поймете поэтому общем как бы слов на этот поединок жалко в абсолютно общем как бы ни о чем вот скорее всего просто эти хирм выполняет квоту перед дозоном по количеству чемпионских поединков поединков за титул чемпиона мира вот вот собственно говоря смотри как мы с тобой быстренько в течение там 30 минут уже обсудили все вот я даже не знаю как продолжить да там то есть сказать все спасибо в общем давай расходиться ну да такой видите ивент нас ждет что особо туда не сильно не разводится в основном по большому счету все более или менее предсказуемо нету большой скажем так интриги и скажем так именно равных ну а на сайте за ринг шоу вы можете найти в разделе новости календарь поединков на сентябрь и поскольку у нас еще есть время толик общем а и мы можем поговорить что допустим от 10 сентября филипп рогович против марка радон жича также 10 сентября сентября у нас сэм эдингтон против белеля жекиту господи прости меня мы тратим время на какое то дерьмо вот это не йога 10 сентября у нас еще матьё прошу прощения это имя это не я ругаюсь матьё борделик против игоря михалкина wb в полутяжелом весе интерконтинентальный чемпион на кону будет и то не йога против петера милоса тоже там бойца из сербии десяти раундовый поединок хотя общем то не йога обещал что общем с бобом арумом проведет общем презентацию себя в америке но видимо боб арум посмотрел на презентацию тони томми фьюри и даниэля дюбуа и подумал ну его нахрен с такими презентациями боба арум и так что то последнее время тяжело идет с договорами организации боев для своих соперников с удачными для них какими-то гонорарами так далее там не договорился там не договорился я думаю что йога еще тоже может быть что-то сорвется и на самом деле у боба арума все достаточно просто он как и у нас александр красюк привык чтобы общем ему платили он получал свой процент за бойца точно так же и по пару видишь с пбс не договорился с элхейманом относительно поединка беттерпиева маркуса брайана и вот тебе эти вот торги 17 сентября я думаю что общем как бы элхейман абсолютно перебьет точнее боба арум выставит там какую-то смешную сумму чисто номинальную и элхейман в общем будет заниматься организация этого поединка не очень бы хотел но в особо это не верю но общем хотел бы чтобы браун все-таки отобрал у этого вот беттербиева титул и потому что общем как бы если честно я думал что как-то беттербиев ну хорошо с этим дениской там помучился он да вот такая light версия анонизма вот боксерского вот и думал что в общем со смитом но видите даже боб арум джо дегуарди а точнее который сопромоутер и сопромоутер боба арома смита не может договориться об этом поединке то есть видите сейчас будет амару умар саламов мы вчера поговорили суммаром саламовым и я вот скоро выложу его интервью как он видит поединок против смита потом опять же дешевт джо дегуарди и эдди хир на поединок смита против даниэля джейкобса вот ну а вот противостояние беттербиева и смита как-то в общем где-то там как в песню советские времена пела да где-то там там тарам там тарам вот ну субботу 11 сентября ты просто не представляешь что ли какой нас поединок ждет на арене rcc academy в городке екатеринобург свердловской народной республики в ринг выйдет евгений тищенко и российская кувалда димка кудряшов вот это будет это будет вот не знаю есть кинофильмы из разряда глубокая глотка а здесь будет ну не знаю там глубокое погружение то есть я я я жду только одного момента что тищенко просто схлопотает от кудряшова и вся вот эта история олимпийского чемпиона закончится как история олимпийского чемпиона вот для харрисона вот поэтому поэтому я буду держать руки за кудряш че кулаки за кудряшова вот мысленно посылаю ему сигналы потому что общем тищенко ну хочется чтобы просто вот как бы вытерли из истории бокса да не ну тищенко на самом деле я немножко утрирую и подменяю понятие тищенко на самом деле против кудряшова это будет его последняя возможность до показать что он может измениться если он изменится и грамотно проведет поединок в общем какое-то время он еще может существовать пределах общем свердловской области свердловской народной республики народы республики да просто просто меня спрашивают а почему свердловская народная республика потому что общем свердловская народная республика даже в 90-х конце 90-х годах выносилась на референдум что не будет свердловской области свердловская народная республика так 11 сентября оскар далахои виктор белфорд андерсон сильва против кита ортиса интересно да то есть как-то ммэй щеки безработные ммэй щеки вышившие на пенсию у дианы вайта да идут подрабатывать боксерами ну 11 там без путин маурица пинтер замечательный бой за wb gold полусредним весем ну и 18 сентября стивен фултон против брэндона фигура вот это вот что называется суперфайт будет вот первый суперфайт сентября и 25 числа опять же суперфайт это джошуа александр усик а где-то же должен был быть шестнадцатого или семнадцатого богачу проводить поединок не помню соперника ну да будет богачук а блин два вопроса зачем но если бы упомянули уже анатолий последние десять минут мы несем с тобой вот это вот это вот первое неполного раунда своего поражения и мы увидим немножко другую версию богачу к более такую подвижную более думаю еще не просто грубая сила грубый навал а может анатолий последние 10 минут мы несем с тобой хрень причем несусветную хрень и казалось бы что в общем больше хрени нести нельзя ты все-таки очень я не скажу что ты пробил дно потому что в общем как бы ты поднялся до наихреннейшей хрени из всей хрени естественно сергей богачу ты абсолютно прав я просто не вносил его потому что поединок не титул естественно мы будем говорить о поединке вот когда накануне боя сергей конечно же мы будем говорить мы будем обсуждать хотя ну опять же ну блин верить в то что общем сергей богачу к с последнего поединка где он показал что не сделал никаких выводов свое проигрыше сделает что-то в общем более чем в одну невозможно это изменится станет одновременно канело альваресом и флойдом майвезером в одном лице но это в общем как бы нужно быть в общем оптимизмом причем таком идиотском плане скорее всего так вот поэтому ну а что там смотрите ну конечно же посмотрим вот соперники соперник я не знаю соперник от промоутерской компании рой джуниор джонса то есть уровень абсолютно такой же то есть значимости для мира бокса точно так же как его сергея богачука то есть если раньше можно было говорить подает надежды то теперь просто слова надежды убираем и просто подает причем не обязательно иметь ракетку и мячик вот поэтому собственно говоря я думаю что нам надо завершать поскольку мы можем дойти до еще больше мы можем на оптимистической ноте так же видел что вроде бы уже санкционировали поединок херинг и шакур стивенсон то есть вроде бы как уже я не могу точно сказать или уже есть дата но то есть уже как бы этот бой есть намечены должны быть полетарги то ли какие-то моменты и вот это я думаю что будет где-то сейчас 8 по моему ноябре месяц и что-то я читал вот это будет наверно очень интересный двойка которым я тебе скажу что для этого будет еще один интересный бой это это дентей вайлдер подожди у нас еще будет возможность то есть у нас будет еще поединке октября поединке ноября и даже поединке декабря то есть давай в общем не забегать вперед потому что мы все весь наш креатив и весь наш сарказм сейчас выплеснем а вот в октябре в ноябре в декабре будем сидеть с постными лицами вот и там ну что же еще такого сказать то блин уже говорили это уже говорили и это говорили и это вот и получится у нас как это в свое время они вески пела помолчим давай помолчим здесь у самого порога нас рассудит теперь дорога либо возьмемся за руки как ирины билы ки кузьма и будем у лежат и и тихо мовчаты поэтому давай оставим в общем как бы темы для сарказма дальше анатолий я тебя благодарю что в общем ты с позитивом подошел к этому зуму я думаю что общем на нас не будут сердиться поскольку общем мы как бы сделали анализ немножко позубоскалили вот но 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 так получилось это совпадение это просто совпадение поэтому я тебе виртуально жму руку вот и в понедельник встретимся надеюсь в большей компании нежели сейчас и обсудим поединке уикенда который наступает а именно второй бой маурица лара против джоша урингтона а конор бен против эдриана гранадоса кэти тейлор против дженнифер хан и вот пацана который владеет титулом чемпиона мира по версии айбио в легком весе против пацана который этим титулом не владеет на этом разрешите откланяться будьте здоровы берегите себя своих родных и близких и помните где вы не были чтобы с вами не случилось вас ждет либо страна петросяне либо место где всегда есть бог спасибо толик пока